Ситнер в Нарспи, Степан в постановке Елдан. 110 лет со дня рождения народного артиста Советского Союза Алексея Ургалкина отметили в Чувашском Академическом Драматическом Театре. Там прошел вечер памяти. Алексей Константинович Ургалкин. Актер, режиссер и педагог. Алексей Ургалкин проработал на сцене 45 лет. Он создал более 250 незабываемых образов. По воспоминаниям коллег, актер обладал особенной энергетикой. Природа одарила его сильным голосом и яркой внешностью. Народная артистка РСФСР Нина Григорьева работала с Алексеем Ургалкиным, что называется, плечом к плечу. Вместе они играли в спектакле «Черный хлеб» по роману Николая Ильбекова. Его легкость была обманчива, вспоминает артистка. Он был требовательным как к себе, так и к окружающим. Удивительно, но образы, которые он создавал, сначала появлялись на бумаге. Мастер рисовал нос, глаза, прическу. И только потом герой оживал на сцене. «Сюдадень! Менекилья пальма носю! Черезю нареку масна!» То есть вот его актерская, человеческая энергетика так доходила до зрителя, что он не мог оставаться равнодушным. Хоть до комедии или драмы. Молодой герой-любовник или наоборот какой-то плохой человек, там отрицательный персонаж. Он таких тоже играл. Он всегда удивлял, поражал и вызывал восхищение своим мастерством, умением. Но он, конечно, один из тех актеров Чувашского театра, который преданно служил всю свою жизнь искусству театра, своему народу. Алексей Ургалкин оставил большой след в истории чувашской культуры и искусства. Под его руководством были поставлены спектакли «Гроза» и «Воспитанница» по пьесам Александра Островского. «Вишневый сад» Антона Чехова. Он выступал по радио и в телеспектаклях. Переводил фильмы на чувашский язык. Именем Алексея Ургалкина названа улица в Чебоксарах. Ольга Алексеева, Алексей Зотиков, Юрий Марков, Республика.